В эти выходные началась реализация одного довольно необычного музыкального проекта, программа которого расписана на год вперед. Необычным представляется уже место его проведения – аптекарский огород, ботанического сада МГУ, а именно его оранжерея. Здесь и прежде давались концерты, и даже более-менее регулярно, но то, что запланировано теперь, напоминает уже что-то вроде филармонического абонемента. 33 камерных музыкальных вечера, а хватит все квартеты Бетховена, 250 лет со дня рождения которого известные музыканты отметят вместе с публикой среди тропических растений, сообщает Лидия Алешина. Игрушечная пианино, дудочки, свистульки, кассетный магнитофон, ножницы и даже бумага – вот такие музыкальные инструменты вместе с альтом, фортепиано, скрипкой, флейтой привезли с собой в субтропическую оранжерею солисты московского ансамбля современной музыки. Для проекта «Камерные вечера» в оранжерее приготовили перформанс – сочинение Маурисио Кагеля, Людвиг Ван. Партитура выглядит вот так. Зафиксированных нот нет, когда вы по привычке открываете, играете от начала до конца пьесу, да, эта пьеса, она записана иначе совсем. Здесь даны инструкции, даны какие-то правила определенные, да, и дальше вы получаете свободу в том смысле, что вы можете выбрать игрушечное пианино, можете выбрать как бы синтезатор, плавающий в ванне, или горох, рассыпающийся на стол. Этот музыкальный коллаж – один из штрихов к портрету Бетховена. По замыслу художественного руководителя «Камерных вечеров» в оранжерее Романа Минца в программе к 250-летию венского классика будет более 30 концертов. Струнные квартеты Бетховена – это как бы отдельный огромный массив камерной музыки. Никто из любителей музыки, с которыми я общался, не могли вспомнить, когда в одном сезоне можно было услышать все квартеты. Музыку Бетховена дополнит сочинение Шостаковича Шуберта Мусоргского-Брамса. Среди исполнителей – вокальный ансамбль «Интрадо» Борис Березовский, Александр Рудин, Яна Иванилова. А пока Роман Минц изучает акустику субтропической оранжереи. У меня большой опыт выступления в нестандартных всяких местах, от вокзала до тюрем и так далее. Здесь очень неплохо, все звучит, все слышно. Субтропическую оранжерею построили в 18 веке. Концерты проходят среди лимонных, апельсиновых и мандариновых деревьев. А сцену построили на месте искусственного водоема. Здесь росли самые большие кувшинки в мире. Вот она, Виктория Амазонская, родом из Южной Америки. Редкий гость в России. Гигантские листья выдерживают вес до 16 килограммов. Ботанический сад был открыт Петром Первым. И с тех пор приобрел массу архитектурных и естественно-научных премий. Но мы всегда думали о том, что необходимо, кроме лекции о природе и о флоре, предложить публике что-нибудь еще. И начали делать концерты. Проект «Камерные вечера в Оранжерее», где будет представлено лучшее из наследия Бетховена, продлится до лета следующего года. Лидия Алешина, Александр Кубасов, Новости культуры.